В этом видео давайте с вами поговорим о том, как же вам найти эксперта и как вам с ним построить нормальные отношения. Момент выбора, поиска эксперта является самым таким сложным и самым рискованным в построении онлайн-школы. Это там, где вы можете зависнуть, это там, где может возникнуть максимальная сложность. Это именно потому, что здесь возникает человеческий фактор. То есть вы будете общаться с конкретным человеком, и от этих взаимоотношений будет зависеть успех вашего бизнеса. Поэтому прежде чем вы будете входить в какие-то отношения с каким-то экспертом, этого эксперта надо всячески поисследовать, посоветоваться. Мы советуемся дополнительно с тарологами, с астрологами, мы дадим вам тоже это возможность, сейчас чуть позже про это расскажу. Но во всяком случае сделайте разные оценки с разных точек зрения. Итак, как же найти эксперта? Первое, что вам надо понимать, это то, что есть разная степень теплоты общения. То есть вот вы можете быть человеком с улицы, тогда к вам одно отношение. И вы приходите, вот есть эксперт, ему там, например, 55 лет, он там как-то помогает людям. И, ну там, последние 30 лет, например, он помогает людям. И вы приходите такой, там, скажем, молодой, там, вам 25 лет, например, или 30 лет. И вы говорите, вот, а давайте там, вот вас будем в интернет продвигать. И эксперт вот как-то так смотрит и думает, блин, ну кто это вообще, что это? Там еще, ну, у многих из вас нету какого-то опыта за плечами, нету опыта в интернете и так далее. И вам вот с этой первой попытки пойти сразу же к какому-то крутому эксперту может быть просто тяжеловато. То есть именно в общении тяжеловато. У вас может быть какая-то неуверенность, может быть там, ну, разные какие-то состояния непонятные. Вы можете это откладывать, не хотеть там и так далее. Вот, поэтому прежде всего, вот, ну, надо воспринимать первую попытку работы с экспертом как некий такой накопленный опыт. То есть не обязательно, что онлайн-школа у вас получится там с первого раза. То есть это абсолютно не обязательно. То есть вы можете взять какого-то первого эксперта просто для того, чтобы попробовать. И этого эксперта мы рекомендуем вам взять среди максимально близкого своего окружения. То есть самое простое, что можно сделать, это можно выписать просто список всех своих друзей и знакомых, открыть там страницу ВКонтакте, открыть страницу в Фейсбуке, посмотреть там, кто там у вас там друзья знакомые. И всем этим друзьям знакомым написать, что вы сейчас открываете онлайн-школу и ищете эксперта на продюсирование. Ну, такого эксперта, который бы давал какой-то качественный материал, давал бы результат своей аудитории. Там, а можешь, пожалуйста, посоветовать кого-нибудь, там, может быть, ты кого-то знаешь, кто преподает, скажем, в оффлайне, да, чему-то учит какие-то разные, может, там, рисованию или фитнесу или еще чему-то. Есть у тебя такие знакомые или друзья? То есть можно прямо в личку всем своим друзьям написать, там, а не знаешь, там, может быть, там, окей, у тебя нету конкретно прямого контакта, а вот как ты думаешь, кого было бы интересно запродюсировать, чьи знания было бы интересно, там, попродвигать в интернете? То есть просто поспрашивайте у своих друзей и знакомых, может быть, вы не конкретно, там, через своего друга, там, Васю могли бы дотянуться до какого-то эксперта, а через Васиного друга Петю дотянуться до эксперта, там, Михаила Андреевича какого-нибудь. Вот, ну, вот так вот, чтобы была какая-то связь, потому что, когда связи нету, то, ну, это достаточно сложно. Мы вот, к примеру, как раньше делали, есть какой-то эксперт, там, крутой, у него хорошая аудитория, мы просто садились и анализировали, что, да, вот, окей, там, есть миллион подписчиков на YouTube или есть, там, много подписчиков в Инстаграме, да, аудитория активная, интересная, окей, окей. И дальше просто писали напрямую, то есть вот, ну, не один такой случай, просто, там, берешь помощника, помощнику даешь скрипт, и он дальше по скрипту начинает, там, писать сообщения разным экспертам. И эксперты отвечают. Ну, для эксперта это дополнительный заработок, и здесь, если вы напишите, что вы являетесь, там, опытным продюсером, вы уже продюсировали разные онлайн-школы, и сейчас хотите создать онлайн-школу, которая дополнительно принесет этому эксперту, там, миллион рублей в месяц прибыли, то, ну, много кто из экспертов ответит. Ну, просто, что вот вы продюсер, вы создаете онлайн-школы, эксперту не надо будет принимать, там, много времени в этой онлайн-школе, нужно будет, там, записать уроки и, там, провести презентацию, и потом может, там, один-два миллиона рублей в месяц прибыли оттуда доставать. Ну, вот, на такие сообщения, ну, много кто отвечает, то есть, это много кому интересно. Вот, но, соответственно, степень контакта будет холодная. И вот у меня какой опыт здесь? Такой, что вот именно вот это первичное такое вот, то есть, первичное знакомство, оно как бы окрашивает вот все дальнейшее, все дальнейшие взаимоотношения. Понятно, что если у вас там много статуса, много реализованных кейсов, там, соцсети прокачаны, то это сгладит эту историю. Но всегда лучше идти через, ну, какую-то хотя бы вот маломальскую рекомендацию, тогда в голове у человека вот окрас вашей личности, он будет связан, ну, с каким-то конкретным человеком или группой людей. Ну, это вот такой совет-рекомендация, потому что, ну, мы с вами уже не раз говорили, что эксперты в большинстве случаев это люди нестабильные, люди сильно эмоциональные, зачастую неуравновешенные, и, ну, с ними может быть как-то сложновато. То есть, они могут там дать вам согласие, сказать, что там, да, да, круто, крутая идея, классная, а потом не отвечать на телефон, да, или просто исчезнуть. И, ну, такое может случаться. Поэтому, ну, изначально лучше вот по какой-то рекомендации, чтобы кто-то сказал, что хоть, ну, человек нормальный там, да, ну, как бы он вот работает стабильно там, да, там что-то зарабатывает, и тогда с ним можно что-то делать, ну, какие-то дела, чтобы хоть какая-то деловая рекомендация была. Без рекомендации сложнее. То есть, первое, что вы делаете, это составляете списки своих друзей, всем пишете, и через кого-то там, кого-то там вы этого человека можете найти. Ну, мы, вот, знаете, думали, вот есть, к примеру, очень крутой эксперт, а есть вот не очень крутой эксперт, но он, как бы, вам более близкий. И вот кого же здесь взять? То, если рассматривать вот именно построение онлайн-школы как такую систему пошаговую, то есть, ты где-то, ну, кого-то взял, запродюсировал, поучился, получил какой-то некий опыт, и потом уже на этот опыт ты надстраиваешь и берешь, ну, кого-то более крутого, ну, то тогда получается легче, что ли. То есть, идти, это называется движение по градиенту, ну, то есть, по усложнению. То есть, ты берешь сначала определенную сложность, то есть, ну, легче всего запродюсировать, например, там, свою жену взять. Жена обладает какими-то знаниями, и, там, понятно, ты можешь сказать ей, там, сиди, пиши уроки, она там садится, пишет уроки. Или там, ну, если вы женщина, то там своего мужа взять, там, или там какую-то подругу, к примеру, там, или, может быть, даже себя попробовать запродюсировать. То есть, ну, как-то вам в первую, вторую, может быть, третью вот эту итерацию, попытку, ну, будет просто легче, легче двигаться. А это на первых порах очень важно. То есть, вот первичный опыт создания онлайн-школы, он же будет, как бы, являться таким, ну, вот, транслировать такой отпечаток свой на весь ваш последующий опыт, может быть, даже вообще на весь ваш последующий бизнес-опыт. Поэтому, конечно, первая попытка желательно, чтобы она была удачная. Я вообще, вот, рекомендую, знаете, вот, ну, бизнес, это вообще штука такая, ну, непростая. И взаимоотношения с людьми это еще тоже накладывает кучу нюансов. И когда, вот, вы думаете о том, что, вот, надо искать эксперта, надо, там, с кем-то встречаться, кому-то писать, это же он будет какие-то вопросы задавать, вы можете объединиться с каким-нибудь еще продюсером. Ну, то есть, вот, у нас сейчас достаточно много человек обучается, и вы можете прийти, вот, на нетворкинг-встречи на разные, и найти, например, еще одного продюсера, и быть вдвоем как партнеры, и продюсировать какого-то третьего эксперта. Вдвоем ходить, там, на встречи. Один, там, скажем, ну, можете прям, вот, дать задачу, что, там, ты, вот, приоритетесь эксперт, ну, кому-то, да, одному из партнеров. Или можете взять помощника. Вот я, например, сейчас, если мне понадобится эксперт, я, например, не буду сам, там, сидеть и писать всем. Я, скорее всего, возьму отдельно какого-то помощника недорогого за 5, там, 10, 15 тысяч рублей. То есть, если вы уже последовали нашему совету, взяли технического помощника, вы можете, там, написать ему конкретный текст, и чтобы он писал, там, ну, вот, разным людям, которые вам понравились, и, там, общался с ними, а, там, возможность создания с ними онлайн-школы, да, ну, через просто какие-то заготовленные тексты. И тогда, там, человек, ну, отвечает как-то, и вы включаетесь уже в общение. Ну, можно вот так делать, да, там, личный аккаунт ВКонтакте пишет, там, на личный аккаунт ВКонтакте эксперта, ну, а делает это ваш помощник. Вот, то есть, можно делать так. И, ну, вдвоем всегда легче, проще, там, и как-то, если вас пошлют или какие-то будут вопросы неудобные задавать, ну, вдвоем как-то проще найти решение. Вот. Мы специально делаем также нетворкинг-встречи разные с экспертами. Это периодически, там, это онлайн какие-то нетворкинг-встречи, это оффлайн нетворкинг-встречи. И у нас также обучается много разных экспертов. И экспертам тяжело. Каждый эксперт, он мечтает о таком воине-продюсере. То есть, эксперт мечтает быть художником, который вот сидит, рисует там, где-то вот в облаках витает, и что у него появится такой вот воин, организатор, который будет его систематизировать, организовывать. И реально каждый эксперт мечтает об этом. Поэтому, ну, вы можете там, да, сами стать таким экспертом. А может быть, вы продюсер такой, художник, да, к примеру. То есть, вы сами не очень любите организовывать, но у вас там хорошо течет мысль, вы идею хорошо придумываете, да, хорошо запаковку, ну, там, смыслы интересные, систему какую-то и так далее. И вам, ну, партнер тоже, организатор там такой нужен. И это хорошие связки такие. Поэтому, если вы будете вот мыслить об онлайн-школе, не о том, что у вас получилось или не получилось, да, там, 1-0, это очень неправильное отношение вообще к бизнесу в принципе. Потому что, ну, когда ты мыслишь как 1-0, ну, у тебя с высокой вероятностью там, ну, как-то будет очень странно получаться, и в итоге не получится. Бизнес в бизнесе не может не получаться. То есть, бизнес, бизнес это такой, как, ну, поток, то есть, как река, там, здесь не получилось, но ты приобрел какой-то опыт. Пошел еще там, да, на какую-то встречу, ты уже используя тот опыт, можешь встречу более успешно провести. И только так надо к бизнесу относиться. Мы вот... Это...